Теперь поговорим про анализ самой контекстной рекламы. В принципе, суть контекстной рекламы, что Яндекс.Директ, что Google AdWords, а сегодня мы будем говорить и о том, и о другом, в принципе, ничем не меняется. Первое – это всегда анализ, это нужно проанализировать нишу и конкурентов. Желательно еще у конкурентов проанализировать так называемый УТП, уникальное торговое предложение, вообще посмотреть, какие есть на рынке, насколько вы лучше. То есть, тоже зачастую, в большинстве случаев, люди пытаются продать вещи тупо дороже рынка, хотя на самом деле рынок уже давно демпингует. Вы просто можете быть магами, кем угодно, но если вы находитесь с человеком в одной и той же, вот, например, в Яндекс.Директе, в одной и той же нише, в одном и том же виде рекламы, если он продает то же самое за 30 тысяч, а вы пытаетесь продать за 35, поверьте, покупать будут у него. Какой бы лендинг херовый у него не был, а у вас вообще замечательный, тут ничего не сделано. Просто признайте, то есть, я, конечно, говорю про товары, если говорить про услуги, тут еще можно, да, есть какой-то определенный процент запаса, то есть, опять же, часть людей, нищебродов, они уйдут к тому, кто продает дешевле, с этим надо смириться и ничего не делать, это бесполезно. То есть, это просто нужно сразу отмечать на лендинге, на, не знаю, в телефонном разговоре, здравствуйте, а вы знаете, что у нас рекламная, ну, то есть, настройка рекламной кампании стоит 25 тысяч рублей, да-да, вы не ослышались, 25 тысяч рублей, чтобы потом не было разговоров, ой, а что у вас так дорого, ну и так далее. Второй момент, нужно обязательно просчитать бюджет, потому что, и посмотреть в свои карманы, потому что очень часто, вот, кстати, по поводу пластиковых окон, бюджетом и так далее, вот как раз у Виталия вопрос, и, по-моему, еще у кого-то был по поводу пластиковых окон, зачастую к нам приходят, я просто скажу для примера, к нам приходят ребята очень часто с пластиковыми окнами, по Москве и Московской области, ну, вот, за последний год пришло, наверное, 3-4 человека. Первый вопрос, который я всегда задаю, это, какой у вас бюджет? Ну, то есть, если у вас бюджет совсем маленький, то лучше идите, ну, реально идите и сами настроите, в конце концов, посмотрите, что не работает, в конце-то концов. Да, можно сделать заявку, например, в пластиковых окнах 700 рублей, если извратиться. В Москве и Московской области, ну, что я считаю нормальным, то есть, не зажимать со стороны именно показов, то есть, не делать совсем узкую вот эту воронку, да, но при этом, при всем еще и сделать относительно дешевый лид. Конечно, сейчас появится много народов, да я делал дешевле лид, да, можно вообще лиды делать, там, не знаю, по 20, по 40, по 50 рублей, даже с контекстной рекламы, там, клик, звонок, и все, и вы молодцы, красавцы, но на протяжении определенного периода времени, то есть, например, месяц, два, три, держать именно лидов в определенной средней ценовой категории, это уже, это интереснее намного, то есть, это не единичный случай. Вот. Ровно так же, спрашиваю, почему я говорю всегда про бюджеты, потому что очень часто люди говорят, у нас бюджет 100 тысяч, а вы уверены, что у вас бюджет 100 тысяч? Да, да, у нас бюджет 100 тысяч, а потом оказывается, что бюджет 30 тысяч. Непонятно, к чему этот вот, обычно разговоры, ничему не приходят, то есть, есть люди, очень, ну, я не знаю, вот в 50% случаев есть люди, которые просто говорят, у нас есть миллион, миллион бюджет, отлично, замечательно, а почему вы тогда вкладываете 40 тысяч в месяц? Не могут ответить, то есть, давайте вложим больше денег, нет. По поводу просчетов бюджета, там Сергей, по-моему, спрашивал вопрос, сразу отвечу, просчет бюджета идеальный сделать никак нельзя, то есть, настоящий хороший, качественный просчет бюджет можно сделать только из анализа конкурентов определенной и из опыта, то есть, его нельзя просчитать с помощью никаких инструментов, это просто бесполезно. Я думаю, все уже убедились на опыте. Максимум, что можно сделать с помощью инструментов, это проанализировать рост, темп роста ниши, то есть, например, если я открыть Wordstat, да, можно там посмотреть, насколько сильно растет в год ниша, или наоборот уменьшается, идет тренд роста, либо тренд падения, да, какого-то определенного рыночного. И также можно отследить сезонность, то есть, если человек приходит и говорит, я хочу в ноябре настроить септики, ты клиенту говоришь, что, да нет, в марте надо приходить вам, то есть, смысл сейчас вам настраивать нет. В большинстве случаев тоже глупые ошибки, но это есть. Я хочу увеличить прибыль в не сезон, ну, человек не знает, что в не сезон, допустим, летом, по каким-либо нишам зимним, хочет увеличить прибыль, например, в 5-6 раз. Это нереально просто потому, что количества лидов у него нету. Сколько ключей не добавляй, все равно в 5-10 раз никак не увеличишь количество лидов. Все. Далее. Создание рекламной кампании. Ну, здесь самый стандартный пункт, да, почему? Потому что создавать рекламные кампании, ну, можно абсолютно все равно, как создать рекламную кампанию, можно даже ее, ну, относительно плохо создать. Самое важное – ее потом допилить. То есть, создать рекламную кампанию – это всегда только 20% успеха. Самое важное упирается именно в тестовый бюджет, в постанализ рекламы и в бюджет, который вы вкладываете постоянно. Почему это самое важное? Давайте не будем скрывать. У нас есть Яндекс.Директ и Google AdWords. Обе эти системы держатся на чем? Держатся на том, что мы вкладываем деньги в них. То есть, если вы не вкладываете деньги и пытаетесь как-либо сэкономить свои деньги, Яндекс и Google об этом знают. То же самое, например, если в Яндекс вкладывать каждый день, вот, например, лимит на все рекламные кампании в Директе, да, вот у нас есть какая-нибудь там компания, давайте я открыл уже какую-то, вот. Есть деньги и есть общий дневной бюджет, например, 3,5 тысячи. Если вы каждый день докладываете туда 3 тысячи, ну или 3,5 тысячи, Яндекс.Директ об этом знает и знает, что вы такой-сякой плохой. Он знает об этом. Что он делает? Он пишет, что качество аккаунта хреновое, вы не пополняете счет, хотя вы его пополняете. Желательно, чтобы всегда, например, деньги лежали на общую счету, хоть какие-то. То есть, было всегда в плюс. Раньше еще, как вы помните, были такие минусы жесткие на некоторых аккаунтах, там, минус 20 тысяч, минус, ну там, со скидками аккаунта, допустим, минус 40 тысяч и так далее. Вот это было очень плохо и прямо видно было по статистике, как цена клика у этих аккаунтов растет. То есть, вроде, занесу, 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 потом останавливается в какой-то определенный момент рекламной кампании и все. И начинаются прямо скачки, например, кликов. Поэтому всегда имейте хоть какие-то деньги на рекламной кампании. Вот, например, это первое, самое важное, что нужно знать. Тоже частые просто проблемы. Так, как сделать цену заявки в окнах МСК по директу хотя бы 2 тысячи рублей? Ну, если у вас цена заявки больше полутора тысяч рублей, ну, вот я для всех, вот, например, окон на данный момент скажу, тысяча, полторы тысячи рублей – это средняя цена лида по рынку. Вот. То есть, вы можете даже обратиться к какие-то агентства, определенные CPA-агентства, которые вам сделают лид за 1800 рублей, за 1600, потому что они легко могут сделать полторы без какого-либо геморроя. Ладно, давайте дальше. Сейчас еще один вопрос прочитаю. Не сделаешь костя заявку 500 рублей, у нас три клиента с бюджетом 2 миллиона в месяц, у них СПЛ 1400 рублей. 700 рублей заявку сделали, у нас есть клиент, который может это подтвердить. Вот. И ваши бюджеты тут тоже не всегда самое важное. Но бюджеты, да, конечно, тоже очень важны, потому что чем больше денег вкладываете, тем больше Яндекс все равно, он знает об этом. То есть, хоть и скидки отменили, но тем не менее это все равно чувствуется. Дальше. Пойдем дальше по списку. Тестовые бюджеты, постанализ рекламной кампании. Что такое постанализ рекламы? Постанализ рекламы – это, наверное, самые важные вещи, которые нужно уметь делать. Первое, что вам нужно знать, это пользоваться статистикой отчетов и надо уметь пользоваться метрикой, в том числе отчетами и фразами по дням, хотя бы стандартными. То есть, можно без изворот каких-либо. Ровно так же, давайте пройдемся, что нужно для быстрого аудита Яндекс.Директа. Нужно проверить обязательно, чтобы у вас стоял, естественно, код метрики и цели в ней. Хотя сейчас очень много людей, которые говорят, что метрику ставить на сайт нельзя, потому что Яндекс обнаглел и так далее. Ну, там связано с ретаргетингами дела. Но не суть. Все равно метрику желательно, конечно, на сайте иметь и с ней дружить. В любом случае. Второе. Нужно использовать цели. Цели, конечно, не дают стопроцентную точность и так далее, но хоть какую-то примерную дают. То есть, если вы новичок, хотя бы этого. Конечно, желательно иметь либо целевой звонок в Яндекс.Телефон, как я его называю, либо иметь какой-либо колл-трекинг для того, чтобы отслеживать звонки, откуда они поступают. С Яндекс.Директа, с Яндекс.Директа на поиски, в РСЯ, в Google AdWords на поиски или в контексте медийной сети и так далее. Тоже желательно, конечно. По поводу, сразу отвечу по поводу колл-трекинга. Колл-трекинг вещь не очень дорогая, особенно динамически. Вот тот же, я просто буду для примера, LP-трекер, он стоит 2000-3,5 тысячи рублей в месяц. В принципе, его предостаточно. Вот можете открыть, посмотреть. Опять же, никакие партнерские ссылки вам не даю, потому что у меня с ним нет никаких договоренностей. Просто иногда работаю через него. Обязательно надо иметь страницу благодарности на лендинг-пейджи, на сайте, неважно. Желательно на это делать отдельную страницу, на которой можно, опять же, разместить некую информацию. Об этом надо снять будет какой-нибудь видеоурок. На ней много чего можно поместить. То есть, например, человеку объяснить, что в течение 15 минут с ним свяжутся, а пока можете посмотреть ролик про нас, или вам позвонит Татьяна. Ну, в общем, очень много информации, в том числе, если вам не позвонили в течение 15 минут, позвоните сами вот по этому телефону. То есть, можно даже так увеличивать конверсии. Да, вот в том числе, call-точь можно, ну, то есть, можно использовать любой сервис, все зависит от того, насколько у вас широкий карман. Вот. Дальше. По поводу метрики отчетов фраз. Сейчас тоже дойдем. Естественно, метрикой надо уметь пользоваться. 95% людей, когда открывают мое видео по Яндекс.Метрике, такие, ну, его нахрен не закрывают. То есть, когда я начинаю там настраивать отчеты, люди, все, они в бешенстве убегают. Сейчас покажу тоже, как у нас настраивать надо. Ну, и, конечно же, веб-визор, без которого, в принципе, тоже никуда, и люди должны уметь им пользоваться. Также в Директе есть отдельная статистика. Все до сих пор никак не могу попинать. Хочу написать официальное письмо, все в Яндекс никак, чтобы они полностью интегрировали Директ и метрику, ну, потому что вещь-то не такая сложная. И вот, кстати, всю сквозную аналитику тогда делать будет намного проще, о которой мы тоже сегодня поговорим. Вот. В статистике отчетов можно много чего интересного посмотреть. Сейчас посмотрим. А дальше уже надо смотреть сами рекламные кампании. Мы сейчас дойдем, я вам сейчас как раз все и покажу, и объясню. Да, еще, конечно же, нужно иметь Директ-команд.